Еще раз в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что пригласили меня. Я занимаюсь вопросами скрининга уже 25 лет и я хотел бы поделиться с вами своим опытом. Я расскажу вам о интегрированной программе скрининга в обществе, расскажу вам о том, как мы используем этот метод. Моя презентация касается не только того, как расширить эту активность, но и другим вопросом. Итак, когда я занимаюсь исследованием этой темы, у меня есть определенная мечта, то есть цель, которую нужно достичь. Медицина должна основываться на доказательных факторах и есть вот такая схема, где все связано между собой, это компания, образование, информация, но самое главное это цена, конечно. И поэтому в самом начале я думал, что у меня ничего не получится, но прошло 25 лет, и что я могу сказать? Даже через 13 лет своей работы у меня возникла мысль, возможно, я смогу вам, возможно, я смогу это сделать и сейчас я поделюсь своим опытом. Интегрированная система скрининга очень важна, потому что она может предоставить возможность реализации медицины, основанной на доказательствах. Можете использовать разные факторы, можете использовать разные методы измерения и инструменты, и вы получаете разные результаты, и мы сотрудничаем с другими организациями и институтами, есть разные методы исследования опухоли. И сегодня в презентации, немного позже, я покажу вам разные примеры скрининга. Очень важно использовать персонализированную медицину для исследования, это первичный фактор. Помимо этого, такая информация помогает принимать решения на уровне правительства для того, чтобы поддержать политику в сфере здравоохранения. Поэтому очень важно предоставлять подобную информацию. Конечно, все эти моменты очень важны. Мы развиваем информацию о здоровье населения. Есть так называемые биологические банки сывороток, и в будущем они опять же предоставят важные данные. Помимо этого, у нас хорошее сотрудничество с другими странами, создаем платформы для академических исследований и образований. Здесь вы можете увидеть модель скрининга. Здесь приняли участие порядка 40 тысяч человек в Тайване. Самое главное, что эта программа посвящена не только исследованию рака, но и разным видам рака, и колоректальный, и рак печени, и рак молочной железы, и рак полости рта, и так далее. Эта программа реализуется для разных типов рака. Помимо этого, вы можете получить информацию о таких заболеваниях, потому что такой информации нуждается и правительство. Например, правительство может думать о том, нужно ли добавить какие-то дополнительные исследования. И в самом начале мы думали, что, возможно, ничего не получится, а потом мы решили, что нужно обеспечить более тесный обмен информации между заболеваемостью и информацией о хронических болезнях. Это интересная программа. Какие преимущества такая программа скрининга приносит? Здесь вы можете увидеть, что эта программа реализовывалась на протяжении 10 лет, и здесь оценивалась и смертность, и выживаемость. И вы видите, что скрининг осуществлялся, и за это время уровень смертности сократился значительно на 30%. Очень важно использовать медицину, основанную на доказательствах, поэтому нужно проводить анализы. Есть разные виды рака, и один из вопросов возникал, можем ли мы использовать определенные методы. Один из них называется метод Тулудин-Синий. Здесь проводились такие опыты, в том числе опыты с использованием синего Тулудина для того, чтобы обнаружить такое заболевание. Мы действительно проводили такие исследования в среде населения, мы предоставляли такие услуги, и здесь вы можете увидеть, что такая программа стала основой для оценки данных. Сейчас я хотела бы показать вам разницу между разными исследованиями. В любом случае, они очень полезны для определения уровня заболеваемости. Это очень интересные и полезные данные. Помимо этого, у нас есть возможность проведения рандомных исследований, в частности, это маммография плюс ультразвук. И ультразвук — это очень полезный метод, очень активно используется в Китае, в Тайване и в других азиатских странах. И мы используем вот такие исследования для того, чтобы получить данные. Мы выделяем группы, контрольные группы, группы по маммографии, по ультразвуку и так далее. Итак, помимо этого, мы получаем данные в последующие 6 лет лечения. Вы видите, что есть метод, который соединяет в себе и маммографию, и ультрасаунд, и здесь сокращение по заболеваемости раком молочной залезы составило 20%. Ультразвук, помимо этого, может улучшить эти показатели еще на 30%, потому что поможет определить заболевания, которые не определяются во время маммографии. И помимо этого, я хотел бы привести вам пример. Очень важно использовать данные скрининга. В самом начале этот проект был основан не на индивидуальных приглашениях, а на том, что он использовался в обществе в целом. Итак, мы приглашали целые семьи для того, чтобы выстроить структуру и получить данные по всей семье, потому что мы подключались к компьютерной системе, к системе регистрации людей и получали такие данные. Итак, прежде чем люди приходили на прием, мы, конечно, стремились разработать систему для анализа смертности. Конечно, были люди, у которых был обнаружен рак, мы проводили скрининг, мы проводили последующее лечение, оценивали это. Это еще раз говорит о том, что очень важно объединять программы по профилактике рака и по скринингу. Без скрининга нельзя обойтись, потому что в противном случае вы не получите точных данных, нужно использовать все возможные методы и источники. Это типичный пример. Помимо этого, мы собираем примеры сывороток, которые потом используются. И у нас есть хорошая система хранения такого биоматериала, потому что мы собираем данные о семьях в целом, и благодаря этому мы интегрируем эту систему в информацию о населении в целом, проводим генетические исследования, эпидемиологические исследования и все собираем важные данные для эпидемиологов. Здесь вы можете увидеть, что мы собираем данные в течение года, проводим скрининги, анализируем структуру семьи, анализируем процент заболевших людей, процент умерших людей от этого заболевания. Все эти данные входят в общую систему. И наша система называется трансгенеративный алгоритм. Я думаю, что если вы посмотрите на этот слайд, то вы все поймете. Здесь есть информация. Вы все поймете. Информация о семьях, о родителях, о заболеваниях. Я показал вам конкретные примеры и цифры. Итак, трансгенеративный эффект родительского жевания Беттл на метаболический синдром детей. Мы разработали такую систему уже много лет назад. Но почему мы пользуемся этими данными? Мы смотрели, как влияет жевание Беттеля на разводневение хронических заболеваний и рака. То есть вот к тех, кто жует этот пальму Беттл, у них повышенный риск возникновения от 30 до 60% выше возникновения диабета второго типа. Но это только для отдельных лиц, которые этим занимаются. Однако у нас есть данные по семьям. Поэтому мы хотим посмотреть эту информацию в связке родитель-ребенок. И пытаемся сформировать вот эти диаграммы, нанести данные для того, чтобы понять, что происходит с детьми таких людей. Если отец жевал листья или орехи пальмы Беттл, что произойдет с ребенком? То есть мы собираем данные на местном уровне в сообществе. И далее, вот видите, числа, сколько людей в течение этих лет с 2001 по 2009 в рамках этого скрининга предоставили свои данные. И были сформированы следующие структуры. Если отец жевал или не жевал, то на самом деле до того, как ребенок даже родится, или после того, как родился ребенок, мы уже можем сделать определенный показатель. Нас особенно интересовала ситуация до рождения ребенка. До рождения, если отец жевал Беттль, то тогда в два раза больше риск у рожденного ребенка иметь предрасположенность к диабету 2, чем у того, у кого родители не жевали. И следующий момент, который мы смотрели, это в каком, насколько раннем возрасте дети подключались к жеванию Беттля. Чем раньше или чем дольше жевал человек, тем выше риск возникновения метаболического синдрома, то есть резистентности к инсулину. То есть смотрим и возраст начала и продолжительности. Это касается не только жевания Беттля, но и курения. Очень интересно на эти данные посмотреть. Они только сейчас выпущены в циркуляцию, скоро будут опубликованы, поскольку здесь показывается информация о том, как переносится от поколения к поколению влияние жевания Беттля. И это очень полезное исследование, которое показывает, как мы можем вот эти данные использовать для предоставления информации для проведения генетических исследований. Мы показываем разрушительность эффекта курения, жевания притусованного Беттля на следующие поколения. Сейчас у нас разные, вы видите, провинции участвуют в этом исследовании с общим количеством, когортная выборка 622 тысячи, и биообразцы отобраны более чем у двух миллионов. У нас используется стандартная процедура для забора сыворотки, и необходимо иметь этот банк и для будущих исследований, и для отслеживания. Вот если вы хотите блоки интегрировать вместе с НИП и обычные риски, и биомаркеры, и все остальные индикаторы, вы можете построить многофазную модель и предсказывать на основе нее и раннее возникновение рака, и рака по клиническим показаниям. И можно математически распределить эти данные по разным медианам, можно посмотреть на прогрессию, на скорость развития. То есть вот это все может использовать для клинического наблюдения. А вот предсказательные кривые по раку груди по разным группам и в разном сочетании рисков. И мы даже выстраивали личные предложения по скрининговым интервалам в зависимости от высокого, от низкого риска, от возраста, от времени между интервалами, короткими или длинными. Для группы с высоким риском мы предлагали на основе вот этого конструкта и методы скрининга для того, чтобы не тратить дорогие средства на группу с низким риском. И, наконец, я думаю, что вот эта платформа теперь есть, и она может послужить базой для строительства международной сети для скрининга рака, интегрированной. И уже первые шаги были сделаны. Вот первый этап прошел конференция в Тайване. На мой взгляд, Мальком тоже был приглашен на это мероприятие. Вот 2014 год в Тайпэе, в Академии Синека. И вы видите, представители разных стран, очень хорошее было мероприятие в Тайпэе проведено. Для нас это возможность заняться научным предпринимательством. И на последнем слайде я всегда вывешиваю свой девиз. Нужно жить в сообществе, и мы можем сделать добро, мы можем снизить вред, который испытывают люди через проведение научных исследований. На самом деле, я хотела бы прокомментировать, что когда мы приезжали в Тайпэль, мы увидели поразительные вещи. То, что вы делаете, у вас скрининговые программы очень полные, в том числе и по диабету, по пять разным нозологиям. Это позволяет вам провести такие масштабные и глубокие исследования. Я надеюсь, что на этом мы не закончим сотрудничество, будет следующая конференция по скринингу в Бали. Да, пока еще точно не решено, но планируется. В общем, где-то ближе к концу этого года. Вы получите информацию. Я вижу, что вопросы уже хотят задать. Первый шахид. Большое спасибо, господин Ченна, за такую интересную, весьма информативную презентацию. Особенно, когда вы нам рассказали о связи между живанием Беттеля и развитием диабета у детей. Потому что в нашей стране, вы знаете, диабет – это просто настоящая чума, потому что каждый третий человек в стране либо в преддиабетном состоянии, либо уже им болеет. И это, как мы понимаем, из-за того, что жуют спрессованный Беттель. Но в Пакистане есть еще одна проблема. Курят самый, извините, жуют самый дешевый Беттель. И очень часто там есть разные виды плесени и грибков. Получается, что люди приобретают все сопутствующие заболевания из-за жевания низкопробного Беттеля. В основном, это разные грибковые инфекции. Я думаю, скажите, вот те скрининговые программы, которые вы показывали, в том числе и стоматологи участвуют, проводят определенные исследования. Если вы можете их расширить, может быть, чтобы дальше донтисты сигнализировали возникших, допустим, каких-то белых пятнах во рту пациентов, которые дальше следуют диапсией. Может быть, вот это надо посмотреть? Очень хороший вопрос. Потому что у нас есть популяционные скрининги по раку в Тайване. И собираются данные. Но по всем видам рака, вообще все подозрения на рак требуют биопсии, и людей направляют в медицинский центр для того, чтобы провести биопсию. Но только половина образцов может быть оправлена на биопсию. Это проблема не только Тайваня. Поэтому мы пытаемся разработать такие правильные меры инфраструктуру для того, чтобы снизить количество положительных случаев, для того, чтобы отлавливать опухоль на этапе до злокачественного состояния. Такая проблема существует, но решение пока ее не найдено. В будущем мы, конечно, найдем способ, как эту проблему решить. Но прямо вот сейчас биопсию очень тяжело провести для того, чтобы подтвердить или отпровергнуть диагноз. Господин Дэвид Родер, Тоня, нас весьма впечатлили ваши исследования. Но надо еще сказать, что открываются возможности, которые дальше могут быть предоставлены медицинскими организациями на основе таких обширных и глубоких исследований, которые вы проводите. Это такая вот связь между практиками здравоохранения и исследованиями. У меня вопрос о финансировании. В основном финансирование направляется на биомедицинские науки. И меньше финансирования идет на работу с населением. Только, в общем, 6% отправляется на исследования улучшения в самой системе здравоохранения. Вот у меня вопрос, как нам получить государственные средства для того, чтобы улучшить ситуацию? Потому что вы занимаетесь исследованием по улучшению инфраструктуры здравоохранения. Вот какие ваши следующие шаги? Это одна из сложностей, с которыми мне приходится сталкиваться. Вот когда я проводил, даже 20 лет назад начинал исследование того, как ведется скрининг на уровне местного населения, я предоставлял данные, мне никто не верил. И это у меня просто руки опускались. И тогда я даже подумал о том, чтобы сдаться. Но с другой стороны, ведь меня поддерживают как исследование для того, чтобы я улучшал скрининг, а не законодательство. Поэтому вот такой скрининг на уровне местного сообщества, он все-таки выживет и выстоит. Потому что мы проводим скрининг не только для выхватывания, выявления заболеваний, но для того, чтобы информировать население. Ваше местное правительство, муниципалитет участвуют, поддерживают вас? Есть. Да, да. Потому что я работаю не вообще на весь остров, не на всю страну, а я работаю с конкретным местным населением. То есть меня приглашает какая-то местная медицинская организация, больница. И я провожу исследования от начала до конца. И люди это видят, и они поддерживают мою работу. И вот они хотят, чтобы именно образованные ученые помогали найти им правильные ответы на насущные вопросы. Если это уместно, я бы хотел узнать стоимость проведения такого рода исследований и сумму скрининга в динамике за 25 лет, которые вы сказали. Какой, если это возможно, в процентах от ВВП. Спасибо. На самом деле я по этим причинам занимаюсь скринингом. Потому что если мы на одну болезнь проводим скрининг, если вы платите какую-то тысячу единиц, это стоит каждый раз по этому заболеванию. Когда я провожу местные исследования, то тогда я не беру деньги с муниципалитета, если это часть общенациональной программы. То есть я эти ресурсы перенаправляю равными частями для того, чтобы провести в рамках национальной программы исследования по скринингу в конкретном регионе. Я считаю, может быть, западным странам так не понравится, такой вопрос разделения. Но у нас это принято. То есть у меня есть анализ эффективности затрат. Если хотите, я потом могу показать. Надо сказать, что уровни участия очень высокие, потому что люди хотят участвовать в этом, так сказать, предпринимательстве местного уровня, потому что они получают правильные данные, очень хорошее обслуживание. И сейчас это одновременно внедряется в Таиланде, не только в Таиланде сейчас это стало проводиться, и очень хорошие отзывы. Вот в вашем случае это такое научное предпринимательство очень успешное, и хотелось бы продуцировать этот опыт и в других странах. Огромное спасибо Тони Чан за это выступление. А сейчас мы тогда закроем нашу сессию. И благодарим вас за участие. И надеемся, что после обеда вы вернетесь в этот зал, и мы снова будем говорить о регистрации, скрининге рака и о том, что в этом смысле делается в Азии.